Компостировать талоны не забывайте. Вошли, передавайте за проезд водителю. Людмила Забенько – водитель седьмого троллейбуса. Рассказывает, не все горожане знают, как нужно компостировать билеты. Зачастую женщине приходится обучать пассажиров. Люди обращаются, спрашивают, все время спрашивают, а я их все время предупреждаю. Было два случая у меня сегодня, да. Я девочкам показывала, как компостировать, да. А они бедные стали, ну а я вышла и показала. Информация на каждой остановке. Объявляем, что так и так восстановлены компостеры. И обязательно компостировать, чтобы не забывали, без компостера билет недействителен. Еще не все знают, но интересуются многие. Мнения же опрошенных пассажиров по поводу механических компостеров разделились. Одни сетуют, что пробивать билеты неудобно, особенно в часы пик. Другие не видят в этом проблемы. Особенно, когда много народу, тяжело пробраться к компостеру. Компостеры у нас не очень такие хорошие. Лучше бы, например, надбойки поставили, вообще бы идеально было бы. Ну а так они чуть неудобненькие. А так, в принципе, ничего. Только неудобно, когда людей очень много компостировать. Абсолютно удобно. То есть талончики я закупаю предварительно. В пунктах, получается, продажи билетиков. И, имея с собой, заходя в троллейбус, без проблем я произвожу компостирование талончиков. Всего в троллейбусах появилось порядка полторы тысячи механических компостеров. Купили их за деньги предприятия. Электронное оборудование в этих троллейбусах решили не ставить. Механические компостеры, они у нас, также вы видите, на старом подвижном составе, довольно-таки взрослом, зрелом, где нет возможности управления троллейбусом, не дают возможности установки именно электронного оборудования. Поэтому мы установили обычные механические компостеры. Механические компостеры появятся также в трамваях, следующих по пятому, восьмому и шестнадцатому маршрутам. Их установят до 15 ноября. Инга Лапикова, Алина Калмыкова, Панорама.